Все современные хорроры можно условно разделить на две категории. Первые созданы крупными компаниями, по дорогим франшизам, но они совсем не страшные. А вторые невзрачные, уродливые, незамысловатые, как правило очень короткие и созданные независимыми разработчиками. Страшные, но вы понимаете, когда-то все было совсем по-другому. И у нас есть отличный пример. Если вы хотите обосрать штаны, то советую вам попробовать игру колу в тухлу Dark Corners of the Earth. Частный детектив занимается исследованием особняка в глубинке США. Сталкивается в подвале с результатами жестоких медицинских экспериментов и потусторонними существами. После этого эпизода герой попадает в психбольницу, а по выздоровлению берется за новое дело. Как выясняется, определенным образом связанное с эпизодом из вступления. В ходе расследования детектив прибывает в город Инсмут, чтобы найти пропавшего владельца местного магазина. И ничего хорошего в этом городе ищейку не ждет. Игра основана на мифах к тухлу. Это серия рассказов писателя Говарда Лавкрафта. По большей части они совсем не страшные и даже, можно сказать, бредовые. Однако в форме видеоигры образы, изобретенные американским писателем, приобретают новую глубину. Главный герой игры по очереди сталкивается сначала с культом, состоящим из горожан Инсмута, а затем с мутантами-монстрами. Основа механики здесь стелс и исследование. Вы бродите по городским улицам в поисках улик, доказательств, дневников. А потом, когда горожане окончательно звереют, теряют терпение и понимают, зачем вы явились, начинаете от них скрываться под темным закоулком. Тут, в общем, и начинаются проблемы. К толху довольно кривая игра. Тут никудышная стрельба, очень примитивный и неотлаженный стелс. Но вот эти исследования и все, что касается ужаса, нагнетания, атмосферы и прочее, просто гениально. Ну и потом, лично я не помню ни одной игры, в которой герою было бы тоже очень страшно, когда вам страшно. Стоит случиться чему-то неожиданному, как у детектива в глазах темнеет, а на экране появляется муть и размытие. Ну а если в этот момент у него пистолет или другое огнестрельное оружие в руке, то он застрелится от страха. Застрелится. И игра закончится.